Российские операторы смогут строить сотовые сети 5G в так называемом миллиметровом диапазоне, только на отечественном оборудовании, внесенном в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Об этом говорится в проекте решения Государственной комиссии по радиочастотам. Эта возможность будет обсуждаться на ближайшем заседании, которое может пройти в середине октября. Для того, чтобы построить такие системы, одним из наиболее узких мест является именно радиоканальная составляющая, то есть то, что связано с антеннами, антеннофиберными решетками и той аппаратурой, которая обеспечивает взаимодействие с клиентами. Поскольку здесь устанавливается соединение с каждым пользователем, это такая прыгающая сеть, и в этом смысле используются довольно сложные алгоритмы для поддержания устойчивости. Согласно плану развития 5G в России, предусмотренному программой «Цифровая экономика», за создание отечественного оборудования для 5G отвечает Ростех. Создать отечественные опытно-промышленные образцы элементов сети пятого поколения газкорпорация в условиях сокращения финансирования сможет только к концу 2023 года, а начать их серийный выпуск лишь в 2024 году. Что касается микроэлектронного проектирования, это довольно длительные процессы и дорогостоящие процессы. Поэтому, если будет инициирован государственный проект в соответствующем финансированном и подключении ведущих конструкторских бюро проектных организаций, то, скорее всего, Россия в ближайшее время сможет обеспечить импортозамещение в этой сфере, ну и, собственно, организовать развертывание сети 5G на свои территории, а также, возможно, на территории тех стран, с которыми Россия тесно сотрудничает, взаимодействует. Задачу строительства сетей пятого поколения на отечественном оборудовании поставило правительство, говорит представитель Ростелекома. Как ее решать, должно быть отражено в дорожной карте по созданию и развитию сетей 5G в России. По его словам, эту карту, согласно трехстороннему соглашению с правительством, разрабатывают Ростех и Ростелеком. Но пока она не утверждена. Требования о строительстве 5G исключительно на отечественном оборудовании ранее выдвигали российские силовые структуры и спецслужбы, мотивируя это тем, что такое оборудование является критической инфраструктурой. Но не все страны хотят доверять свою инфраструктуру, а это критическая инфраструктура, зарубежным технологиям, потому как здесь есть прямой доступ к информации, а следовательно, возможно действительно и утечки, ну и некоторые нарушения требований информационной безопасности. Кристина Надышина, Лев Халиулин, Универа Ньюс.